Конферент-зал гостиницы «Статус» областного центра стал местом встречи людей, имеющих четкую позицию в отношении актуальной для нашего общества и странной тем. Каждый из экспертов – компетентный специалист в своей сфере, а потому диалог был достаточно конкретным и обстоятельным. В первую очередь разговор об экономическом потенциале и о тех решениях Всебелорусского народного собрания, которые призваны максимально ускорить его развитие. Экспорт и импорт, замещающие технологии, а еще поддержка тех, кто не стремится ехать за успехами в столицу, а планомерно добивается результатов на малой родине. Об этом говорил в рамках открытого диалога заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. По его мнению, эта категория должна иметь все шансы для реализации потенциала в регионах. Конечно, мы понимаем, что для населения в любой точке, будь то Брест, будь то какой-то район Брестской области или даже деревня, то условия для проживания для граждан должны быть одинаковыми. В увязке с производительными местами, с рабочими местами и с комфортным проживанием мы видим, что это то, что требует от нас граждане и то, к чему мы должны стремиться. От экономического потенциала к потенциалу IT. Именно это направление сегодня является одним из наиболее выгодных с точки зрения экономики. Стабильно высокие зарплаты успешных программистов, тестировщиков, разработчиков притягивают в это направление информационно подкованные умы. В вузах нашего города готовят такие кадры, причем на достаточно профессиональном уровне. У нас на факультете электронно-информационных систем ведется масштабная подготовка интеллектуалов, специалистов для IT-технологий. Это и ребята, которые учатся по специальности искусственный интеллект, это и автоматизированные системы управления информацией, это и программное обеспечение информационных технологий. То есть это инженеры-программисты, которые на самом деле будут творить будущее нашей республики Беларусь. Не осталось без внимания тема сохранения памяти и проблемы фальсификации фактов истории. Сегодня, по мнению спикеров встречи, важно активно заниматься воспитательной работой в этом направлении, а также объединять усилия и создавать совместные проекты. Мы должны не просто только транспортить, но и закреплять в сознании общества подрастающего поколения вот эту историческую картину прошлого Беларуси, поданную с нашей белорусской позиции. Потому что история, безусловно, она настоящая история, не допускает фальсификации искажений, но разные факты и события, они могут трактоваться по-разному в зависимости от того, как они повлияли на судьбу того-либо иного народа, того-либо иного государства. И поэтому важен наш именно белорусский взгляд на свое историческое прошлое. Еще очень важно, чтобы подрастающее поколение вовлекало в конкретные дела по сохранению исторической памяти. Это могут быть различные акции, которые интересны молодому поколению. Краевические конференции. Развитие экономики страны в контексте предложения 6-го Всебелорусского народного собрания. Сохранение исторической памяти, создание и совершенствование работы научных технопарков. Эти и многие другие темы получили в рамках диалога достаточно широкое освещение. Участники 2-го Берестейского форума сошлись во мнении, что такие мероприятия дают возможность глубоко и всесторонне обсуждать самые актуальные темы.